Стой притормози. Че он? Да. Это точно не он. Это сто процентов не он. Мы с ответом еда какая-то. Что он вообще к тебе говорил? Он меня называет дочкой, но вообще он особо не разговаривает. Он не покупает какие-то игрушки отец. Стоп, а как он тебя называет дочкой? Прям просто дочкой? Нет, он называет меня Лизой. Слушай, а как он выглядел? Ты без маски его видел хоть раз? Маски видел, он такой большой и лысый. Слушай, там должна есть какая-то штука черная снизу. Видно? Дергай. Или как? Бежим! Блять, доставай что ли ты? Доставай! Стой! Стартер не крутит. Уходим, уходим. Нет, нет, я не пойду никуда. Он меня накажет. Он уже наказал эту девочку. Похуй девочку. Девочка с нами в доме живет. Пошли потом. Нет, нет, нет. Мы сейчас уйдем и нам больше. Ребята, всем привет. Как вы помните, в прошлый раз мы нашли фургон, в котором была заперта девочка. Но мы не смогли ее освободить из-за того, что она не хотела бросать другую девчонку. Плюс она очень сильно боялась. И как вы помните, мы решили каждый раз сюда не приезжать, потому что фургон там далеко не каждый день находится. И Кирилл предложил нанять чувака, который будет просто следить. И если вдруг фургон будет проезжать, то он нам отзвонится. Так вот, сегодня нам отзвонил, сказал, что фургон на месте. Сейчас мы с Кириллом уже едем к этому фургону. Предварительно мы позвонили уже в полицию, вызвали наряд туда. Мы как бы все сообщили вообще, причину и так далее. Вот, надеюсь, что фургон к нашему приезду оттуда не пропадет, никуда не уедет. А ничего, что я отпустил того чувака, который следил. Не знаю, вот. Мне кажется, не надо было, да? Ну, вот я... Вдруг он просто переместится. Ну, он сказал, типа, у него ребенок заболел, но там вариантов реально не было. Там скорую, типа, они ждут. Главное, что он сказал по факту, что тот фургон там. Он говорит, типа, все, я могу ехать. Нет, потому что он часов на 5, на 6 бесплатно больше простоял, получается. То есть я не доплачивал ему. Не понял. Ну, главное, чтобы он был на месте, чтобы минуты когда приедут, чтобы не было такого, что они просто в пустой поле приедут. Не, ну да. Ну, это будет считаться, что как можно... Они найдут вообще место? Блин, ну, если что... А у них же личные телефоны есть. Геопозицию скинем так же. Ребята, я прочитал, естественно, все ваши комментарии, потому что мы с Кириллом просили вас отписаться, как вы думаете, как нам лучше поступить. И большинство из вас, как раз таки, написали вызвать полицию. Некоторые писали там про стволы, про Елисеев и всякую такую херню. Но я повторюсь, что нам надо именно не как-то нейтрализовать этого маньяка или кто он там, а именно найти, где находятся остальные девочки, где находится его дом, где он их держит и так далее. Поэтому вот, в общем-то, мы прислушались и решили вызвать полицию. Короче, перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, набираем 50 тысяч лайков и выходит продолжение. А мы сейчас уже выезжаем из города и едем уже в ту глушь. Желаем приятного просмотра. Не знаешь, как накопить денег на автомобиль своей мечты, а машина становится все дороже и дороже? А дилер, вместо того, чтобы делать какие-то скидки, наоборот, поднимает ценники? Специально для этого есть такая компания, как Synergy. Они запустили специальный программ Synergy Auto, благодаря которой ты можешь купить машину за 60, 50 и даже за 30% от полной стоимости машины. Миссия проекта заключается в том, чтобы сделать доступными дорогие покупки для широкого круга населения. Все, что от вас потребуется, это просто зарегистрироваться на сайте, оставить там заявку и с вами свяжется дальше менеджер, который как раз-таки вас проконсультирует и предложит вам возможные варианты, доступные в вашем регионе. Synergy Auto ваши мечты станут реальностью. Переходите и регистрируйтесь. Ссылку я оставлю в описании под роликом, там вы сможете оставить свою заявку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне любопытно, они смогут найти это вообще место. Они приедут точно, где мы машину поставили. Ну, от нее уже поймут куда. Ну да. Главное, чтобы фургон был на месте. Да, на месте. Ну что, лезть не будем туда или как? Ну, подождем, ну или пошли посмотрим, может там моряшки встать на девчонку. А как-то девчонку звали, Настя или как? Я просто... Я тоже забыл сейчас, наверное, мне не было время запоминать. Блин, тут на сиденье нет, а там не видно. Да вообще-то уже не видно. Там ничего не видно. И тогда, мне кажется, окно чуть-чуть открыто было, по-моему. Да, оно было открыто. А непонятно, смотри. То ли открыт. В прошлый раз, мне кажется, то же самое было. Или да. Она как-то по-другому закрывается, мне кажется. Серьезно. Ну да. Вообще ничего не видно, прям глупо. Там как будто побольше даже тонировку нанесли. Вот я даже на камере, у нас только отражение здесь. Что делаем? Я не знаю, ждем полиции. Как ты думаешь, тот чувак сможет опять сидеть по лесам? Куда он лазит? Еще вот вопрос. Я не знаю. Я думаю, надо квадрокоптеры. И с квадрокоптера потом посмотреть. Только как Варик. Просто мы могли бы приехать сюда, когда не будет машины, чтобы безопасно было. А. Вот. И пройтись в ту сторону. Главное, не заблудиться. Да пройтись не Варик. Я говорю то, что лучше с квадрокоптером реально запустить его. Здесь деревья, например. Ну что-то его тут держат, да. Потому что он уже который раз сюда приезжает. Ребят, сами видите, фургон уже третий раз на том же месте. И это, я думаю, не совпадение. То, что именно здесь что-то находится. Только хер его знает что. Потому что вокруг тут реально только деревья, леса. То есть только где-то глубоко-глубоко в лесу. Но опять же, в какое направление нам идти, тоже непонятно. Тихо. Землянка? Но с квадрокоптером не заметили. Не знакомый, но... На громкую тогда ставь. Алло. Алло. Это лейтенант Петров. Это полиция. Как вас найти? Ну, вы подъехали, куда я вам объяснял сейчас? Да, мы подъехали. А видно там черную машину, Kia 121 номер? Видите? Да, вижу. Вам сейчас надо будет пройти прямо буквально метров 400, где-то 300. И там небольшой мостик будет. По нему пройдете и прямо-прямо-прямо сейчас на нас выйдете. Вы на дорогу потом в итоге выйдете, где машины ездят. И мы вас вдоль дороги встретим. Все хорошо. Все, мы ждем. Все, спасибо. Короче, они на месте уже получается. Ну, им сейчас еще везти сюда полчаса. Ну, не полчаса, они, может, минут 15-20 доберутся. Ну, может, она спит, может, она без сознания, хрен его знает, понимаешь? Полицию, полицию дождем сейчас спокойно и уже видно будет. То есть, мне сейчас уже спокойно, потому что, как минимум, этот придурок не будет на нас выбегать из леса, если здесь будет два полицейских. Согласись. Да-да. Главное дождаться. Уже закат. Да, кстати. Сейчас стримнее будет находиться. Идем, выйдем к ним. Вот, фургон этот. Реально, то есть, сейчас мы с собой не брали, они филистки. Мы не взяли. То есть, реально пропавшие девочки и реально, то есть, там одна была. То есть, мы не смогли освободить. Мы приезжали, она, короче, нам просила помощи, что ее похитили, но она с нами не смогла пойти, потому что... Возможно, в машине, но машина закрыта. Надо ее... Пыль там была, сейчас мы не видим там... В прошлый раз, когда было? Когда это было? Четыре дня назад. А почему тогда никого не... Тогда нас, можно сказать, прогнали, а фургона здесь больше не было. У нас чуть не умеет, за нами там... Это смысл нам возил, да, этот же фургон? Да, этот же фургон. И вот мы сразу сообщили. А теперь, надо скрывать, вы сможете скрыть? Там полномочия, там... Ну, мне кажется, нельзя им скрывать. Где водитель фургона? Мы вообще понятия не можем, где водитель фургона. Вы здесь как давно? Мы? Сколько мы здесь? Минут сорок, минут сорок, наверное, мы вас вознуждали. Как раз, как раз, позвонили. Как вы поняли, здесь проехать нельзя сюда. Так. Вот, смотри, здесь, тут закрыто все. Ну, что здесь такого? Ну, стоит машина. Мы вам говорим, что здесь был ребенок. Похищенный. Похищенный. Который просил помощи. Вот так, поняли, что эпотичный ребенок. Потому что мы с ней диалог вели, потому что... Она просила помощь. Номера мы уже эти, уже снимали эту дебильную бумажку. От него толку нет, машина вообще на учете не стоит. А вы откуда-то узнали? Ну, потому что мы проверяли после этого. Мы уже говорили, мы уже третий раз здесь. Просто вам по факту не было смысла звонить, потому что он здесь периодически не находится. Даже если бы сейчас девочка, даже если бы здесь сейчас кто-то был или кто-то даже есть, вы все равно ехали. Вы почти целый час добирались сюда. Какой смысл нам тогда было вам звонить? Почему вы так долго... Не знаю, мне кажется, что-то угородит, пацаны, вообще. Топ или отсюда фиг знает сколько. Слушай, горы вообще трезвые. Мы трезвым надо посмотреть фургон просто. Ну как, надо связаться. Ну, у вас есть старший, давайте старшему позвоним. Давайте старшему. Вот, смотрите, здесь все закрыто. Я уже все проверил здесь. Вот. Что, сигналки у него нет, что ли? Нет. Нету здесь сигналки. Да они не могут скрыть, нельзя им. Что такое говоришь? То есть мы, получается, сейчас... Надо ждать тогда, пока он не объявится. Какие еще варианты? Я бы вообще вызвал какой-нибудь наряд старших ГИБДД, чтобы ГИБДД, ну, ГИБДД, они могут эвакуировать машину? Ответственность вы на себя, что ли, будете брать? Нет, ну, если что, вдруг... Нет, вы понимаете, о чем речь. Вы сейчас про какую-то ответственность... Но мы-то ничего не видели сейчас. Ну, понятно. Потому что стекла тонирована, надо скрыть, и все будет видно. Либо ждать владельца. Серьезе над нами, кто-то. Они, может быть, они издеваются? Да, ну, что издеваются, нам прикольно перец, что ли, вызывать? То есть, ладно, если бы мы издевали... Ну, а что? Слышает? Да, пройдите, пожалуйста, сюда. А вы знаете, чей это фургон? Не знаю машины. Что такое? В смысле, ваша машина? Моя машина. А что, лейтенант Петров? Мы хотели бы досмотреть вашу машину. Вы сами... Я серьезно говорю. Откуда? Что здесь взял фургон? Я это мой, я припаковал его здесь. Мне сломался он. Ага. Сломался. Давайте посмотрим, что там внутри. Это не твой фургон, ты что гонишь? Я не обязан вам ничего вообще давать. Парни утверждают, что там похищенные девочки. Так и есть, потому что... Открывайте фургон, пусть полиция смотрит. На каком основании? На каком основании, потому что там похищенный ребенок. Там никого нет, там мой фургон. Какой... Полиция, ну вы как-нибудь проявите себя. Слушай, на двое... Тебе, если нечего бояться, ты покажешь сейчас фургон. Что, сложен что ли? Только с понятыми. Я вообще ребят не знаю. Если только с понятыми, я покажу его. А где здесь понятых найти? Ну мы можем быть понятыми. Нет, я вам не верю. Давай сейчас грузовик какой-нибудь поедет сейчас и попросим. Да это какой-то разум. Давай, согласен? Сейчас просто пакуем тебя, заберем здесь. А что эта машина стоит? Как вообще, оказалось, полисавший лазишь? Может быть, это не ваша дело. Просто, ну в чем смысл? То есть полиция стоит, она даже надавить не может. Вот что вы на меня даже смотрите? Как будто вы первый день работаете. Если только машинке, то давайте. Вообще на него наручники. Останавливаем машину. Берем понятовый, досматриваем. Только так и покажу вам, да. И с понятыми покажете? С понятыми покажу, хорошо, да. Так, ну что, значит... Да машина. Да. Так, два понятых. Да, я думаю, одного здесь. Нам, я думаю, одного достаточно понесо. Ну идите кто-нибудь сломитесь тогда. Ну так, два понятых. Макс, давай. Ты с ними пойдешь? Чуть-чуть угорает. Ну вообще, ребят, что? Чувак, мы тут уже третий раз. Первый раз, мы знаем, что есть ребенок, был похищенный. Не, вытаскивай. Да не может быть такое, в общем, пацаны. Это какой-то развод, я не знаю. Че, че, он... Ты у нас драчков не держи, мы тут третий раз, понимаешь? Третий раз. Я приехал сюда, скинул тачку, ушел буквально, вот, проверил своих рабочих, приду обратно. Тут уже вы, блядь, милиция, вообще, что за прикол? Ну что за прикол? Что у тебя за прикол там? Почему у тебя там... Это тот же самый фургон, мы не можем ошибаться. Да. Детские игрушки там, ребенок. Ошибаться от наклеек на нем, хер ва туча. Мы никак не можем ошибаться. И смысл снимаешь? И для чего? Чтобы было видно. И для чего? Ребята пришли, как заявляют место, за моем фургоне есть какие-то вообще там, что-то не пропадки дети, я хуйнула, узнаешь, вызвали полицию. Ну а че вызвали? Вызвали мы... Вызвали, вызвали, потому что здесь была девочка. Розовый, фиолетовый волос. Зачем-то говорят, снимайте. Настя, там зовут Талихат. По-моему, Настя ее зовут, да? Не был никита. Нет, игрушек там этих не было, подушка не валялась. Ничего, не чистый фургон пустой. Ну ты вообще развод полнейший. Мне кажется, мы сейчас тупо ждать будем. Ничего, постоим. Ничего страшного. А, вон тачка хоть какая. Все, сейчас, ну а че, сейчас посмотрим, кому интересно будет. На 15 лет. Уедешь? Слушай, он в телосложении не подходит. Ну это явно не то. Ну да. Ну а че, и по описанию. Значит, можно, да? И по описанию на волос. Ну да. Так говорила. Да он и по возрасту не подходит тогда, судя по сему. Ну это жетко, конечно. Ну вообще, да. Ну да, они очень какие-то странные. Я вообще заберется. Да да, жесть как полно. Очень полно. Вот тебе и понятые приедут. Сейчас успокойся, гражданин Петров. Сейчас покоен. Там похищенный человек. Дождитесь, не глагольте. Там девочка похищена. На пару минуточек вас можно быть понятным? При досмотре автомобиля. Спасибо. Давай, открывай. Сука. Че, он не открыл? Не ломайся, сам открою. Ромки, ребят, не столынь-то, вы че? Успокойся. Малыш. Че? Смотрите. Ну и что здесь? Я вам говорил никогда, у меня ничего там нет. Проверь, подсиденье. Че подсиденье-то? Там вообще нету ничего. Там человек тут. Нет, ничего, пацаны. Мы что, дураков там? Там даже отделок. Да стих, дураков мы серьезно говорим. Кто вызвал полицию? В смысле, кто вызвал полицию? Какая мировал полицию? Ваши документы. Вы пистолет сотрудник уберите, наверное. Макс. Надо объяснить. Да мы не можем показать, потому что там девочка была. Какие документы были? Какие приколы? Паспорт. Смотрите, пожалуйста. Хорошо. Давай документ предъявить. Кирилл Сергеевич. Так. А вы случаем трезвый? Нет, трезвый. А вы случаем трезвый? Нет, смеетесь над нами. Да мы не смеемся. В чем прикол-то? Мороз тупик. А для нас не мороз. Мы лежаткую погоду, да? Что вы хотите сказать? Давай, может быть, заберем в телене. Конечно, я думаю, о чем вы зря приехали, что ли? Может, вы его тогда лучше заберете, потому что он переводит. Тут реально детей переводят. Что вы не верите-то нам? Да у нас видео подтверждение, видеофиксация есть. Задержите его, пока не выясните, все. Черт, бывайте. Я не понимаю, какие претензии вообще к нам могут быть здесь. Я вам буду с работингу. Сейчас, минуточку, уделите мне внимание. Ну и что же, тут ни при чем то, что опустойно, казалось, что это реально потом там было. Что сейчас тут было. Это кто, дочка ваша? Да. А вы куда ехали? Тут просто... К делам. С какой целью интересуетесь? Мы просто даже проезд найти не могли. Он в объездную ехал. А. Домер ваш, надиктуйте, пожалуйста. Триста. Одиннадцать, двадцать. Пожалуйста. Дмитрий. Хорошо, держите ваш документ. Что он подходит? Давайте, как-то, может, нас не будем забирать. Мы, наоборот, законопослушные. Мы бы с вами не стояли, если бы эта шутка была. Вы тоже поймите нас. Может быть... То есть разойдемся. Если у нас что-то мы найдем, мы вам предоставим. Вам даже повышение может быть. Мы реально в видеоподтверждение можем показать, что фургон не был пустым. Мы можем быть тогда свободным? Нам не обязательно с вами? Мы можем, говорю, повторяю, в видеоподтверждение показать, что фургон не был пустым. И то, что он реально лапшу на уши вешает. Видео, видео, мы снимаем. Мы не смеемся над вами. Зачем нам это надо на морозе устоять? Вообще, хрен пойми, в скольких километрах от города. Зачем нас тут? Макс, мы рули мосты, разрулишь. Черт, разрулишься. Вы вызвали, сейчас ложный вызов. Асхираль, ложный вызов, то что фургон пустой оказался. Ну, поехали, протокол напишут, что там штраф, если что, сделаем. За что штраф? Подробнее там все скажем. Лучше, чем здесь на морозе уже стоять. Мы же не... Человек, человек, свои дела, вы его сейчас тормозите. Я даже не знаю, сказать, это просто чушь. Я не знаю, что есть мы еще и виноваты. Ребята, во время монтажа я заметил очень многие моменты, которые тогда по ходу дела были вообще непримечательны, на них никто не обратил внимания. Эти моменты я отдельно вырежу, заметлю, приближу, короче, чтобы все было максимально видно и выложу в своем телеграм-канале. Ссылку на телеграм, я думаю, вы знаете, где найти, в описании под роликом. Переходите, подписывайтесь и там все посмотрите. А дальше уже, после того, как все это увидите, напишите в комментариях какие-нибудь еще моменты, если вдруг я что-то упустил. Ну, они опять, они вот на нас. Смотри на игрушку девочки, просто молчишь, смотри, аккуратно. Откуда выяснение? Давайте просто расходимся и все тогда. Потому что это не был ложным вызовом, потому что реально есть видеоподтверждение. Что с начальством с их разбираться нам или что? Это игрушка. Корова-то, да. Ну, мы ничего сейчас не можем сказать, что, блядь, сейчас если еще тут что-то скажем, это вообще, и сейчас будет. Не, без толку, ничего не говори. Сейчас, вообще скажешь, то, что мы дурочки. Короче, смотри, сейчас они берут у него, может свалим, нафиг. Вон, наш документик. Все, все. Ну, что, свалим-то куда? Нам до машин-то пилик, еще херно, сколько. Сам видите, какая это ситуация. Да какая ситуация, блядь, то, что он просто подготовил, сука, заранее. Просто подготовленный приехал, он как будто, сука, знал, да? Два раза приезжали, первый раз там куча всякого говна и бумажек валялась пропажей детей, второй раз там уже девочка заплаканная, зареванная сидела, помощи просила. Да, вы ведете себя так, что нафту надо вести в участие. Да, как бы трое преступники какие-то, хотя бы наоборот, хотели как лучше. Мы вызвали по маку. Мы что, похожи на пизюков, которым надо поржать чисто? Полиция или что? Я вот думаю, да. Вы хотели просто над нами посмеяться. Очень, блядь, смешно получилось. Мы стоим на морозе, замерзшие, охеревшие. Тогда он встал свою баку, пожалуйста. Ему и спокойно говорим. Чего? Нормально, разговариваем. Давайте, расходимся. Либо я позвоню в этот, как называется этот телефон? Я не шарю. ОСБ? ОСБ. ОСБ позвоним, если что. И если что-то здесь докажут, что здесь что-то было, я думаю, вы знаете, какие проблемы. Вы нам не угрожаете. То есть вы предлагаете нам уехать сейчас? Конечно, сейчас решим. Сейчас приедем в отдел, оформим все. Камеру вашу изымаем. Нет, 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 нет. О, сутки, не, 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 не. Отдадим вам камеру в сохранности. Что, нам надо сейчас протокол, сейчас и мы свободны? Сейчас оставим, да. Ребята, вы видели все своими глазами. В итоге нам никто ни хера не поверил. мы сейчас кирилл едем из отделения кирилл вообще злой я в общем то тоже не особо рад всему произошедшему что нахер вообще бы никого не вызывали я не знаю как так совпало то что именно сегодня сука фургон был вообще пустой вылизанные весь на пидориной это что там не было вообще ни одной души и даже ни одной игрушки не валялась ты с тобой все понятно по твоему лицу ну давай чё за бред ну чё обсуждать но не какого хрена какого хрена вообще нас вот этот про так там даже в этом протоколе или чем это можно вызов все дела это такая херня на самом деле они думают то что мы угорали еще типа из-за камеры то что мы снимали там какой-то розыгрыш ну давай поговорим насчет игрушки у девчонки типа это очень странно то что у нее именно игрушка из-за ту фургоны но она может не за эту но она реально похоже ни хера себе много таких игрушек она едет игрушки акцент сделал миллион раз причем то что она уже светилась поэтому она мне уже запал в душу в памяти от цвет волос какой у кого у той девчонки нет не та девчонка которая тогда была я бы не понял какой светлая какая-то тоже китка рожащая да душ него сеть что что он похищает именно с кем-то нестандартным цветами волос на суши ну кто знает я не понять с ними это просто и она не выглядела какой-то прямо я спросил у него кто это он сказал что эту дочь но я видел как он с ней разговаривал что она вообще не на чем не реагировала просто уткнувшись сидела в игрушку вот и не знаю может он такой строгий отец игрушка опять же откуда там ночью игру и она не в том возрасте мне кажется чтоб с игрушкой гонять ну и сам факт то что есть 14-15 мне кажется ну короче думаю что что он отношение кого не имеет к этому то я кажется совпадение девчонка с игрушкой я думаю да ну неужели он бы остановился то есть они сказали можно вас на минутку то есть его не принужден ну типа его не принуждали но он значит был уверен тоже девчонка ничего не сделать она реально сделал испугать что же рассказывал что она боялась даже из фургона выйти то они именно боятся его ничего не делают поэтому предпринимать их действий но с полицией сооруженной типа логичнее было бы что накликнуть и помогите нам не знаю но может есть некий торчеги давления хер его знает ты же не знаешь может там семьей как все связано может ничего вообще не знаем согласно конечно не наговорить тоже не особо хочу потому что пока ничего вообще не известно ребят напишите пожалуйста комментариях ваше мнение насчет как раз таки этой девочки этой игрушки то что связано ли по вашему мнению как-то она с этим маньяком потому что очень странно то что игрушка реально была именно из фургона напишите короче в комментариях ты реально думаешь то что игрушка никак не связаны я не знаю слушать пусть ребята в комментарии напишут лучше почему потому что я тогда у вас спросил вы возможно помните я вас просил написать комментарии что нам делать вообще идею какие мы читали с максом наверно сколько часа три эти комментарии у вас реально очень крутая активность очень много классных идей те комментарии которые мы выбрали мы наверное пока не будем озвучивать до чтобы мало ли кто нас смотрит мы сделаем как вы написали поэтому пишите по поводу игрушки если еще будут идеи накидывайте мы все читаем реально ребят на этом видос подошел концу подписывайтесь на канал ставьте лайки как обычно 50 тысяч лайков и выходит продолжение я думаю на этом мы не остановимся теперь еще больше у нас как-то злости и желание докопаться до истины да правда поэтому вся тысяч лайков и следующая до новых встреч пока